Привет, я Александра, это «Минута» с налоговым консультантом. Сегодня мы говорим о том, что такое электронный документ. Итак, согласно действующему законодательству, электронный документ представляет собой документ, который содержит все необходимые сведения в виде цифровой информации и подписан электронной цифровой подписью. То есть вы взяли какую-то программу обмена документами, например, Медока или в частно, неважно, вы создали документ или загрузили туда и подписали цифровой подписью. Вы можете этот электронный документ распечатать, то есть сделать бумажную копию электронного цифрового документа. Где его можно посмотреть? Чаще всего это мы печатаем платежку, подтверждающую оплату того или иного счета в клиентбанке. То есть это полноценный документ, электронный документ, подписанный цифровой подписью. Не нужно путать электронный документ с фотографией или со сканом бумажного документа, на котором стоит печать и подпись. Этот документ, безусловно, является просто фотокопией или изображением сканированным, но вовсе не может считаться электронным документом. Во-первых, потому что форма не та, а во-вторых, он не подписан электронной цифровой подписью. В этом существенная разница с точки зрения составления архива компаний. Например, если вы просто храните документы в сканах, ну, к сожалению, это вы просто отфотографировали вашу документацию. А если документы у вас созданы с подписью, с наложением электронной цифровой подписи, у вас диджитал архив бухгалтерской документации. Ну, примерно так. Поэтому, если вы хотите внедрить у себя процессы по подписанию документации цифровыми подписями, пожалуйста, в таком случае вы можете перейти полностью или частично в формат электронного документа оборота, что рано или поздно произойдет. У нас на этом все. Всего хорошего. Пока.